Барсик-то нет. Полицейский пёс Барс благосклонен к детскому вниманию. По профессии ему часто приходится иметь дело с подростками. Вот и в канун Дня физкультурника он приехал в детский центр ровесник со своей хозяйкой, инспектором-кинологом Ириной Светкиной. Полицейская с 12-летним стажем провела зарядку и рассказала про трудовые будни. Их тандем – один из лучших в городской полиции. Ищут и находят не только запрещенные к употреблению вещества, но и пропавших людей. Обратилась у нас женщина, что ребёнок не пришёл ночевать. Она потеряла. В втором классе учится сын. Придя в квартиру, обнюхав место, обнюхав вещи, Барс меня привёл в класс, где учился этот мальчик. И пришёл именно к тому мальчику, который ни с кем не разговаривал, ни с кем не хотел общаться. И он просто подошёл, показал на него. Мальчик, испугавшись, сказал, да-да, я знаю, где он, я видел их, что они с другом собирали металлолом. Мы показал дом, этаж, а квартиру он не знал. Я пустила тогда собаку, и одно из дверей, просто он носом открыл, и мы, приоткрыв дверь, увидели, что два ребёнка спят. Как бы мама очень сильно расстроилась, но я её успокоила. Продолжилась зарядка, посвящённая Всероссийскому дню физкультурника, уже с инспекторами ГИБДД. Полицейские придумали оригинальный подход к простым упражнениям. Каждое движение имитировало жесты регулировщика дорожного движения на посту. Такая двухминутная зарядка оказалась подросткам по душе. Это возможность познакомить детей со службами МВД, а также с нашей стороны познакомить с правилами дорожного движения, так как наша зарядка нацелена именно на это, и дети в процессе нашей зарядки изучают жесты регулировщика. Под музыку проговариваем определённые правила, а инспектор показывает физические упражнения в виде жестов регулировщика. После таких мероприятий, конечно, приподнятое настроение, потому что дети воспринимают уже нас не как сотрудников, стоящих на дорогах города, а как людей, которые пришли к ним, для того, чтобы дать какие-то знания, поднять настроение и вообще улучшить ситуацию. Поэтому настроение отличное, и детям мы тоже настроение поднимаем, и чему очень рады. Зарядка со стражами порядка проходит традиционно в детском центре «Ровесник». Здесь находятся сотни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 3 до 18 лет. Некоторые из них уже с криминальным прошлым. Поэтому главная задача детского центра – не просто приютить и накормить подростков, а вернуть их к нормальной, здоровой, спортивной жизни. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Сергей Кизоркин, Максим Гусев.